В России реализуется программа бесплатной юридической помощи, благодаря которой граждане, которым не хватает собственных средств, могут воспользоваться услугами адвоката или нотариуса. О том, как эта программа реализуется на территории города, мы поговорим с начальником управления социальной защиты Мариной Неводничковой. Марина Александровна, какие категории граждан могут воспользоваться бесплатной юридической помощью? Большой круг лиц имеет право на получение бесплатной юридической помощи. Это и несовершеннолетние дети, которые нуждаются в особой заботе государства. Это и участники Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий, инвалиды первой и второй группы, а также неработающие инвалиды третьей группы. Это недавно введенные в 2022 году новые категории, это различные категории военнослужащих. Это и жители, вынужденно покинувшие территорию Луганской, Запорожской, Донецкой областей и других субъектов Российской Федерации. Самая большая категория, которая у нас обращается в управление социальной защиты за выдачей направления, это малоимущие граждане. Какие виды услуг могут быть оказаны в рамках этой помощи? Это подготовка жалоб, заявлений, ходатайств. Это представительство в том числе в суде гражданина, в случае это если необходимо. То есть полный спектр услуг. Что за программа, благодаря которой урайцы могут воспользоваться юридическими услугами? Бесплатная юридическая помощь, порядок ее оказания установлен, во-первых, федеральным законом о бесплатной юридической помощи, который определяет категории граждан, которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь, порядок оказания, кто оказывает данный вид помощи и в каких случаях. Также окружным законом о порядке оказания бесплатной юридической помощи в Хантамансийском автономном округе, который ввел дополнительные категории граждан, в соответствии, кроме федеральных категорий, и дополнительные виды оказания бесплатной юридической помощи. И хотелось бы еще обратить внимание, что данный вид помощи оказывается только в рамках гражданских дел, либо административных дел. В рамках уголовных дел данный вид помощи не оказывается. Как будет выстроено взаимодействие с юристом? В том случае, когда мы выявляем таких лиц, которые нуждаются в бесплатной юридической помощи, мы выдаем направление. Между тем, граждане из указанных категорий, которые имеют на это право, они могут напрямую обратиться к адвокатам для получения данного вида помощи, подтвердив свой статус. Какие адвокаты могут оказывать бесплатную юридическую помощь? Где их найти? Адвокаты, которые оказывают данный вид помощи, они зарегистрированы в окружной коллегии адвокатов. Окружная коллегия ежегодно утверждает список таких адвокатов, которые оказывают помощь в рамках системы бесплатной юридической помощи. Ну, вообще информацию мы у себя тоже размещаем, но вот эту рекламу себя, как предоставлителя услуг в рамках бесплатной юридической помощи, адвокаты должны размещать у себя в одноадвокатских кабинетах. Кто оказывает бесплатную юридическую помощь, действительно ли это только адвокаты или можно обратиться к нотариусам? Согласно федерального закона в систему оказания бесплатной юридической помощи входят также нотариусы и иные лица, как указано в федеральном законе, которые входят в систему бесплатной юридической помощи. Мы, как Управление социальной защиты населения, направление выдаем только адвокатам. Но при обращении лиц непосредственно к нотариусу и так далее, если нотариус видит, что данный вопрос подпадает под категорию оказания бесплатной юридической помощи, то он обязан оказать данный вид помощи бесплатно. Сколько уральцев воспользовались услугой бесплатной юридической помощи в прошлом году? За прошлый год у нас 13 направлений всего выдано. То есть это очень мало с моей точки зрения, потому что я думаю, что гораздо больше людей имеет право на получение этого вида помощи. Поэтому хочу сказать жителям города, что если вдруг им потребуется помощь адвоката, юриста, то они могут обратиться к нам по телефону 34 226 и 233 19 и уточнить по поводу того, имеют ли они право на бесплатную юридическую помощь или нет. Спасибо, Марина Александровна. А я напоминаю, что мы беседовали с начальником управления социальной защиты города Ураль Мариной Неводничковой.